Всем привет, друзья! С вами Менел Вагор и сегодня мы рассмотрим оборудование на тяжелый танк 8 уровня Калибан. Тот самый тяжелый танк с коробок, который сейчас премиумная арта, как его еще называют, и будем рассматривать на него оборудование. Хочу сказать сразу, что на этом танке надо будет вам вкладываться, вкладываться жестко, это я имею ввиду доппайок, это обязательный. Инструкции вам придется тоже, ну желательно обязательно их ставить, потому что ТТХ у орудия данного танка очень плохие. Также вам нужен неплохой экипаж, неплохой в плане того, что вам нужен виртуоз для того, чтобы танк быстрее поворачивался. Вам обязательно нужно боевое братство, вам желательно маскировку, вам желательно радиоперехват для дальности обзора, Орлиный глаз вам тоже желательно, ремонт тоже это даже обязательно, чтобы было. Желательно даже еще и король бездорожья, но это уже как-никак получается седьмой перк, это экипаж прям уже золотой у вас получится. Поэтому экипаж сразу говорю нужен хороший. Касаемо половой модернизации, она должна быть вот такая. Первой мы выбираем облегченную ходовую для скорости поворота и прочности. Ну прочность нам не так важна, но нам больше нужна скорость поворота ходовой. Чем быстрее он повернется, тем быстрее станет и тем быстрее начнет сводиться. Я думаю тут логика ясна. Что касается второго уровня, вернее четвертого уровня, здесь получается можно ставить либо то, либо то. Но я считаю, что если меньше круг сведения сам по себе, то и сразу же базовая стабилизация будет лучше. И от этого будет сводиться он быстрее. Ну как ни крути, круг сведения меньше, поэтому он сведется быстрее. Вот. Здесь можно также плюс 5 к скорости сведения, но это уже такое, как вам понравится, можете поэкспериментировать. Но я бы поставил первое. Так, и касательно пятого уровня, здесь плюс 3 к обзору. Я не считаю, что прям времени оглушения тут надо убирать. Потому что, ну, я думаю, что этот танк, он как бы должен играться вроде как от первой линии. Потому что, во-первых, это тяжелый танк, в кавычках. А во-вторых, точность орудия слишком плохая. Поэтому, как бы, в теории должно быть первое, но я бы поставил лучше второе. Плюс 3 к обзору. Тут уже тоже, смотрите сами, но я бы поставил второе. Вот как-то так. Итак, перейдем, в принципе, к оборудованию. Я думаю, здесь, как я уже сказал ранее, огневая мощь, в принципе, у нас большая. Но данные ТТХ самого орудия очень плохие. В принципе, с таким экипажем, с дуппайком, у нас получается, без дуппайка у нас что? 0.55 разброс, 4.2 во время сведения, это очень много. Также перезарядка обоих снарядов 61 секунда. Oh my god. Так, ну ладно, прочность 1550, закалка, закалка сразу отпадает. Ну, я думаю, даже не стоит смотреть обзор 411. Даже не стоит смотреть на что-то другое. Ну, сейчас мы поставим дуппайок, посмотрим, что у нас с обзором. 431. Ну, обзор неплохой. Обзор неплохой. Так, с дуппайком 0.53, 4 секунды сведения у нас. Перезарядка 58. Ну, уже хоть что-то. Так, бомж пакет сначала рассмотрим, потом будем рассматривать уже боновое оборудование. Вентилятор обязательно. Нам все надо, что улучшить комфорт стрельбы. Стабилизатор обязательно. Как и для любого тяжелого танка, стаб это must have. И тут у нас уже есть такая штука, что можно поставить усиленные приводы для скорости сведения. Потому что скорость сведения 4 секунды, это прям очень долго. Можно также поставить минус 5% от размера круга. И я думаю, это будет даже самый топ. Время сведения 4 секунды. 0.49 разброс получается. Так, это у нас улучшает стабилизацию. Это у нас улучшает размер круга сведения. Можно еще, можно еще поставить второй стабилизатор, так называемый. Это правда не стабилизатор, а улучшенный механизм поворота. Но по факту оно нам дает стабилизацию. Дает стабилизацию. Ну, сильно увеличился разброс 0.52. Минус 30 от разброса при движении. Ну, это как бы хорошо, минус 30 от разброса. Но мы очень сильно теряем в точности. Поэтому второй стаб отпадает. Давайте поставим обратно улучшенные приводы. И тут попробуем поставить второй стаб. Минус 10 при движениях. Так, а этот у нас сколько дает? Блин, уже не забыл. Минус 20. Нет, тогда тот стаб по-любому отпадает. Наверное, вот эта сборочка будет самая крутая. Короче, бомж пакету такой. Вентилятор, стабилизатор, улучшенный прицел. Хотя, если бомж пакет, тогда это у нас получится и без доп. пайка. 0.51 разброс, 4.11. Ну, что-то, конечно, есть. Но, мне кажется, польза от этого оборудования прям нулевая. Сюда, если уже ставить, надо ставить действительно все самое лучшее. Тем более, с другой стороны, это же премиумный танк. Как ни крути, вы на нем будете играть. Особенно, если у вас или нет других хороших премиумных танков. Или нет вообще их. Поэтому, я думаю, там, если вкладываться, надо уже вкладываться по-хорошему. Так, поставлю трофейное. В принципе, боновое, да, оно чуть лучше. Но, боновое, это прям очень жирно. Плюс, оно не у всех есть. Так, трофейный стабилизатор. И улучшенный прицел, тоже трофейный. Итак, у нас получится 0.47 разброс, 3.9 время сведения. Ну, уже что-то, 56.5 секунд перезарядка. Ну, неплохо, неплохо с доппайком. Так, у нас при этом вентиляторе получится 446 обзор. Почти максимальный, который нам надо. В принципе, неплохо. Неплохо, неплохо. Что можно было бы еще тут поставить? Давайте посмотрим. В принципе, как я уже сказал, в этом стабе надобности нету. К скорости сведения мы уже тоже решили, что это не настолько выгодно будет, как сама стабилизация. Поэтому это у нас отпадает. Мы очень сильно теряем в точности, если мы ставим приводы. Это надо иметь в виду. Есть еще вариант, я думаю, поставить турбинку. Но это снова такие. Так, что у него, кстати, с динамикой? Так, 40 тонн, удельная мощность 18,3. Максимальная скорость 33. Блин, ну вот максималка у него хреновая, признаться честно. 33 километра. Плюс еще и массу мы ему неплохо так подкинули. Удельная мощность у нас тоже довольно-таки плохо. Ну, короче, он будет тяжело. Блин, ну это если ты уже приехал на какое-то место, ты там и останешься. Можно попробовать такую сборочку, допустим, для городских карт. Для городских карт турбинку. Турбинку и у нас получится так. Уделка 19,6 уже получше. Максималка 37. 14 назад. Это уже получше. Короче, городская сборка вот такая. То есть у нас вентилятор, стабилизатор и турбина. Это городская. Я думаю, это будет просто, ну офигенно. Потому что с такой скоростью он, ну 33 километра. Это он приехал, засветился и умер. Примерно что-то такое. 446, да. То есть обзор у нас остался. Все good за счет вентилятора. Мы только убрали, чуть-чуть точности убрали. 0,51 она у нас стала. Но городская карта это значит что? Что вы по большей части будете играть в упор. То есть на первой скорости откатились или выкатились. Дали шот и отъехали. Или же не отъехали, а подождали сразу же чуть-чуть сведения. Дали второй шот. Но это в зависимости уже от ситуации. Если этот танк будет там один. И вы хотите ему внести максимальное количество урона. Тогда да. Вы дали сразу же два шота и все good. Но менять позиции надо в городе где-то переезжать. Поэтому я думаю турбина вам нужна очень даже. Для полевых карт турбина не нужна. Там уже нужна точность. Потому что вы будете стрелять на дальние дистанции. И тогда вам нужен будет улучшенный прицел. Вот как-то так. Короче вот эта универсальная полевая. Можете ее и для города в принципе брать. Это не принципиально что там должна быть турбина. Но вот это такая самая крутая сборка для него. Для города можно брать также турбину. Чтобы вы быстрее маневрировали. Уходили, переезжали, меняли позицию. Потому что в городе это надо. В полевых условиях это не особо надо. Вы будете больше играть скорее всего как ПТшка. Или как СТ. Там вам турбина не особо нужна. Но я даже думаю что вы в полевых условиях будете играть больше как ПТ. Вы приедете на позицию, встанете и там будете и стоять. Менять вам вряд ли ее придется. Там уже больше вопрос стоит в том, насколько вы хорошо выберете позицию. Вот и все. Так, можно еще поставить Боновая. Я думаю это будет прям еще лучше показатели. Ну у меня на Примтехнике стоит все Боновая. Потому что это как-никак Примтехника. Ее я продавать не буду. Соответственно если я хочу на ней показывать какой-то либо результат. Либо же... Так, а у нас Бонового лучшего прицела нет вроде, да? Да. Оооо. Давайте сделаем по-другому тогда. Можно поставить Боновые приводы. Или же оставить все-таки... Трофейные. Трофейный прицел. Да, вот так. Вот так будет охрененно. Прицел оставляем и все Боновое. 0.47 у нас становится с Боновым вентилятором. 3.9 сведения. 56.3 перезарядка. Так, 447. Ну почти 450 метров обзора. Это неплохо. Это неплохо. Наверное вот такая сборочка. И еще я советую в обязательном порядке, если оно у вас есть, ставить как-никак инструкции. Инструкции какие лучше всего ставить? Можно на вентиль. Она вам в общем улучшит ситуацию. Тут, ну я не скажу на 0.03 улучшило время сведения. Это такое себе. Даже не на 3, на 4, на 5 там. Точно не помню. Обзор у нас 452 встает. Ну короче, инструкция на вентиль. Это такое себе. Можно ли инструкцию на точность? Это, наверное, самая крутая будет инструкция. Потому что мы максимально улучшаем свою точность в этом плане. Как бы время сведения, окей, как бы оно нам не особо так уже и важно в этом. Ну то есть тут изменится пару десяток. Давай сейчас поставим инструкцию на сведение. Ой, на стабилизацию. А, стоп. Действительно стабилизация, какое сведение? Инструкция на стабилизацию 32.5 от разброса. Ну короче, тут уже смотря какие у вас инструкции есть. Или же на стабилизацию ставить, или же на прицел. Но я бы поставил лучше на прицел. 0.46 у нас становится. И все становится круто, классно. На вентилятор, ну такое себе. Не особый прям прирост нам даст в плане эффективности. Но вот как раз на прицел, это, наверное, самое эффективное. Вот как-то так. Вот такая сборка у нас для поля. Можно также использовать для городских карт. Но для городских я рекомендую вам использовать все-таки турбину. Если у вас есть еще трофейная турбина, это вообще гуд. Тоже здесь убираем и ставим на стабилизацию. Вот как-то так. Вот такие сборочки. Вот такой вот танчик. В принципе, танк безумно косой. Картонный. В принципе, обзорчик по бронированию данного танка я уже делал. Ну, у кого он есть, в принципе, танчик фановый. Как КВ-2, попадет, не попадет. Но у КВ-2 есть такой прикол, то что он и без сведения может дать шот на другую часть карты и попадет, залетит, еще и пробьет неплохо. Вот так. С этим танком все намного хуже, потому что это не советский танк. Вы знаете, что такое советские танки. И как-то так. Вот такие вот сборки. Это у нас для города рекомендовано. И также универсальная с трофейным прицелом. Вот как-то так. Также тут инструкцию меняете наоборот. Вот такие вот сборочки. Такой вот танчик. Калибан. У кого есть, играйте. Хорошие вам игры. Всем счастливо. Подписывайтесь, ставьте лайк. И пока-пока.